Аплодисменты Предвидение — это одна из наших базовых потребностей. Мы просто так рождены, что мы не можем не знать, что будет, скажем, завтра или послезавтра. И вот с предвидением как раз у нас дело обстоит не очень хорошо. То, что нужно предвидеть события во времени и даже в пространстве, это понимали еще древние друиды и другие. Вот посмотрите, сколько времени и труда они потратили на то, чтобы построить эту обсерваторию. Это 4 тысячи лет назад. Ну, примерно такого же циклопического масштаба сооружения в Южной Америке. Ну, мы, если взять относительно наших возможностей, сейчас тратим на предвидение гораздо меньше средств, хотя эти средства внешне просто несопоставимы. Ну, вот последнее чудовище компьютерное — BlueJean, которое творит чудеса МГУ, где я работаю. Вот недавно приобрел такую машину. Ну, вот беда. Это вот увеличение мощи нашей технической, оно не сопровождается увеличением точности прогнозов. Даже хуже. Можно сказать, что в некоторых областях, например, погода — это жизненно важно для нас. Вообще нет прогресса. И вот, как вы видите, заявляет директор гидромедцентра, и многие специалисты с ним согласны, что технически просто нельзя сейчас и в будущем прогнозировать больше, чем на две недели. Ну, и вот, тем не менее, они прогнозы делают в гидромедцентре. И вот прошлогодний прогноз. Месячная температура ожидается в пределах нормы. Ну, а что было, это мы все хорошо знаем. Прямой ущерб подсчитан только прямой — 42 миллиарда почти. Но если считать косвенно, то по всей вероятности это вдвое больше. Ну, а вот если бы мы умели предвидеть или хотя бы оценивать правильные риски, то этот размер ущерба можно было бы сократить, ну, по крайней мере, на 10-15%. Ну, и вот теперь ближе к делу. Значит, мы обычно все-таки прогнозируем по тренду. И здоровье, собственно, и все вокруг по тренду. Так же поступают ученые. Вот эта типичная картинка, видите, мы прогнозируем дальнейший рост температуры на Земле. Считается, что прошлогоднее лето жаркое — это предвестник глобальной катастрофы. Ну, а эти вот прогнозы, надо сказать, они очень убедительны. И вообще и власти, и политики всех мастей, они все находятся, практически все, без исключения, находятся под влиянием вот этой идеи. Идет потепление глобальное, и надо с ним бороться. Но вот есть два противоречия очень серьезных. Первое — это то, что практически, как вы видите, температура за последние больше, чем 10 лет, не повышается ни в северном полушарии, ни в южном. И нет никакой связи, практически нет связи между приростом углекислого газа и температурой. Коэффициент корреляции — 0,1. И вот в этих условиях невольно задумаешься, а в чем же дело? И, как мне представляется, дело в том, что вот докоперниковская картина мира — это установка, что все определяется процессами, которые протекают у нас на Земле. Вот эта чисто птолемейская точка зрения, она господствует сейчас в науке целиком. И для того, чтобы сделать какой-то существенный шаг вперед, нужно, как мне представляется, от нее отказаться. Но могу сказать, что она настолько сильна, что я сам, получив результаты, о которых вы увидите дальше, я им сначала не верил. Мне казалось, что это не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ну вот объяснение того, что произошло в прошлом году. Планеты находились в исключительно редкой ситуации. Строго против друга. Это вот Уран, как вы понимаете, Юпитер, это Сатурн всем известный. И такая ситуация крайне редка. Последние, я не досчитал, но, по-моему, это где-то до Рождества Христова наблюдалась такая ситуация. Ну и ясно, что это можно использовать. И вот посмотрите на этот график. Вы видите, что вот эта разность долгод Сатурна и Юпитера. Период большой. Видите, 130 лет. И вот если бы Сатурн с Юпитером находились вот в такой ситуации, то совершенно ясно, что никакого потепления быть не может. И наоборот, как было в прошлом году, ясно, что потепление должно быть очень серьезное. Ну вот эта картинка показывает, что в принципе можно и прогнозировать гидрологические явления. Ну, в частности, то, что происходит с Невой в Санкт-Петербурге. Почему Нева? Потому что это самый длинный ряд на Земле. И, может быть, не на Земле, но в России. И вот, как вы видите, если мы его обработаем, это очень значимое различие. Вот то, что было, когда Сатурн находился далеко от Солнца и, соответственно, от Земли, и когда он находился близко. Полностью противоположная ситуация. На этой схеме показано, что самое мощное такое климатическое и гидрологическое явление, глобальное, которое охватывает своим влиянием весь земный шар, оно, в принципе, определяется движениями планет. Вот это начало этого события, вот это конец. Это тогда, когда планеты приблизились друг к другу. Ну, ущерб больше 10 миллиардов. И если бы прислушались к мнению специалистов, которые занимаются этим, то можно было бы его резко сократить. Влиянием планет охватывается… Ну, вот тут внешне уже пошла почти астрология, хотя к астрологии это не имеет никакого отношения. Вот Исландия – это уникальная страна по многим параметрам, но, в частности, потому что это единственная страна в мире, где ведется статистика рождаемости на месячном уровне с 1859 года. И вы видите, что рождаемость, когда Юпитер далеко от Солнца и, соответственно, от Земли и близко, совершенно разная. И вот удивительно то, и в это сложно поверить, что влиянием планеты охватывается не только Земля, но и Солнце. Например, здесь показана Земля, как влияет на солнечную активность. Земля в 300 тысяч раз меньше Солнца. В 300 тысяч раз. И тем не менее, как видите, она оказывает сильное влияние на солнечную активность. Правда, тогда, когда Юпитер далеко, то есть когда Юпитер не заглушает его влияние. Но здесь показано, что мы можем прогнозировать, в принципе, не только во времени, но и в пространстве. Особенно это важно для людей, которые занимаются поисками нефти и газов. Ну и вот теперь самые такие страшные явления, катастрофические, это тоже. В частности, последний цунами, землетрясение в Японии, это тоже результат действия только уже такого редкого явления довольно резонансов планет. Видите, влиянием резонансов охватывается солнечная активность даже в том случае, когда речь идет о Меркурии. Ну вот на двух слайдах показано, как меняется психика, по-видимому, по это террористические акты. Особенно наглядно видно здесь, это Испания, но они более темпераментные, поэтому видите, за день до резонанса пик террористических актов. И самое страшное из них произошло в день, когда наблюдался двойной резонанс. Ну и все, что я хотел сказать. Мне кажется, что вы могли убедиться, это направление имеет достаточную фактологическую базу и вообще нуждается в поддержке. Можно было бы эти вопросы изучать на любом уровне, на уровне корпорации, на уровне отдельного человека, на уровне государства и так далее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ